Что было? Бандитизм какой-то был. Сколько людей. Это уже наши. Наши бандиты, да. Особенно там. На улицу было страшно выйти ночью. То убили, то зарезали. Ходили ночью, грабили. Врывались в дома. Ну что, и в Киеве? В Киеве. Не, ну допустим, там селе на окраине. А в Киеве ворваться. Ну, дело в том, что там, где мы жили, Шулялка, вот знаете, это был окраин Киев. Ну да, я вспомнил. То есть это сейчас, в центре города. А тогда же это, что, гетьманы, индустриальные, это же окружная была. Большая окружная была. А потом, куда делся этот дом на Шулявке? Который сбомбили. Ваш, в котором вы жили. Пришел бульдозер. Он деревянный, наверное, еще был. Да деревянный, там все основные. Там же частный сектор был один. Там были дома, возле домов были сады, огороды такие вот. А когда-то там была свалка на том месте. Были яры. И когда Киев строили, землю куда-то надо было взять. Так засыпали эти яры. И там, где политехнический институт, вот здесь, сейчас дорогу там сделали, был огромный яры. И вот когда строили политехнические институты, эти котломаны вырывали, уже подвалы, эту землю свозили в этот яры и другие. Засыпали этот яры. С той стороны был яры. И с другой стороны, где мединститут, доля, сейчас там дорога проходит, брызгая, с края. Были по яру. Этот яры начинался почти что от клуба большевиков, но он там еще венковатый был. И кончался это в зоопарк. А он вдоль дороги шел? Да, вдоль дороги. И потом в зоопарк это здание, и потом даже дальше еще он туда, что Галя Тимофеева, вот эта перекрестка. Был ярык, там спадина была. Дорога была выше. Ну а зоопарк же был тогда? А? Зоопарк что-то был? Был зоопарк. Зоопарк в 16-м году построили. Животных в войну не поедали? А во время войны в зоопарк работали? Во время войны, да, что какие-то зверюшки там были. Чего? Были звери в зоопарке. Тигр, пантера, эльфант, слава. Часть животных немцы, видно, вывезли. А сейчас что-то там было, я помню. Но туда не здорово это и пускали там. Потому что я знаю, что еще в этой нижней части, там еще полицаи утопили в этих озерах, вот где внизу, на Шулявке был полицей, и не местный, какой-то сельский, с женой, детьми. Ну, была пустая квартира, кто-то уехал в акварице. И вот туда поселили, такой слабоватый, по-моему, двое детей, блаженка, ну, такой, не киевлянин, ну, с этих. И потом и он пропал. У Шулявки с роду милиционеров не было, не жило ничего там. А тем более полицаи. Пропал полицаи. А потом как-то ее нашли в этом пруду утопленном. Местные наши бандюки ее утопили. Да, слишком было это самое. Утопили полицаи. Без концевода. А что же там ее жинку, детей, так она. Постоянно их лупили. Никто же не общался. Куда там. Да, клеймо было. Клеймо там. Да, клеймо даже это самое. Это же про немцы. Я говорю, что они нет. Но там не было места, чтобы кто-то еще по милиции или полиции. Это был позор. Блотной Шулявки, что кто-то это сам. Это он бы не выжил бы. Я тут тем более полицаи. Предатели. Ну и его местные, там же бандюваны были местные эти. Такие, что всегда славилось Шулявки. Шулявки. Да. Всем это. И вот там. А вам получается дали квартиру вот эту, да? Кому? Ну бабушки. Моей? Ну да. Ну конечно. Ну я пришел с армии. Что ж в этой дыре жить? Я за мать эту. Какой дыре? Ну уже ж не было дома. Или что там? Осталось? Ну там где мы жили хата была. Что она там хата была. Вот такая вот уже эта небольшая, вся 16 или 14 квадратных метров печка. Ну и мама же работала. Вот такая вот, как вот эта ваша мазанка. Вот где-то вот такая площадь у нас там была. Но мать работала на заводе, что же пошел. На заводе по-моему тоже. Не, я сразу за мать это документы написал, подал. Пошла комиссия, обследовала. Поставили на очередь. И уже в 61 году я получил квартиру. А в каком году на очередь стали? Ну, стал я в 58-м, по-моему, или в начале 59-го. Так недолго еще ждали, года три? Нет, два года. И получили вот у Назатонского. Да. Это был третий дом в том районе. А что там, лес было или поле? Поле было. С окна это. Открываешь ту сторону. Пшеница. А пшеница? Зарвана, да. А это 60-е. Ну, у меня там нагнатые рывы в каком-то в 69-м году. И в Дали только виднелся вот медгородок. Вот этот медгородок там только был. Через это поле. И его еще заключенные строили. Немцы? Нет, наши. Наши? Да, такие вольно. Такие, ну, не злостные. Я не понимаю, а это считалось Киевом? Или это считалось как селом каким-то возле Киева? А кто? Отрадный? Ну, вот Шулявка. Отрадный. Отрадный это был уже... Ну, когда квартиру дали вам? Нет, это уже был Киев. Это Киев. Перенесли границу. А до войны это был, может быть, Киев. Но там никаких домов не было. Так Отрадный, оно же полное название, хутор Отрадный. Там это, ну, типа Киев, не Киев, но хутор. Этот хутор Отрадный принадлежал твоему прапрадеду. Там был хутор, там был колодец. И там еще жил мой двоюродный дед до войны. И, по-моему, один из под войны. На этом хуторе. Так что ты должен к ней обращаться, пани. Посмотрим, как она ко мне будет обращаться. Еще мама свою историю не рассказывала. Какую? Мою, моя. Так что, ладно, надо ехать уже. Да нет, так я вас завезу, это самое. Представьте, что вы едите на маршрутке. И вот 30 минут ждать туда и сюда. Так что, Отрадный, когда я еще туда переселился, это дом, это дом, это она с котами. Это самое, так там еще были что-то пару домиков, вот посредине, вот там, где это между, вот где кинотеатр Тампера, так вот стоили на стороне, правее его, там был колодец стоял, и еще что-то, какие-то пару строений было. Вот как раз вот этот вот хутор, там где это. А потом ее снесли. Ну, колодец долго этот еще был. Потом ее засыпали. Их не колодец, это Отрадного. Сам. А мама где работала ваша? Ну, на точке приборе. На точке? Да. Ну, потом он пришел, она его. Устроила его. Она меня туда, так что там устраивается тогда. Ну, парень с армией, конечно. Ну, с армией, я уже до армии, 16 лет пошел работать. Вы же специалист по этим всяким точильным кругам. Ну, как специалист. Потом научите меня сверла точить, то вопрос такой. Потому что я не умею сверла точить. Ножи умею, лопаты умею, сапки умею, сверла нет. Ну, так как сверла... И вопрос, там лежат диски. Они уже давно лежат. Ими пользоваться можно или лучше новые купить? Какие? Точильные? Точильные. А что ж не это? Ну, старые, чтобы не разлетели здесь. Да не разлетится он так вот сделан. Так он... А куда ты его ставишь, чтобы идти? Ну, хочу... Ну, один двигатель есть на даче у папы. Хочу... Старая стиральная машинка лежит. Хочу с нее двигатель взять. Ну, там же нужно насадить на ось, сделать оправку. Ну, да. Еще, чтобы это самое... Закреплять этот камень. И там смотря какие обороты. Потому что если слишком большие обороты, это опасно. Потому что может... Это и ну... Всегда надо беречь глаза, когда точишь. Ну, да. Потому что все эти очки одевают. Ну, сверлу точить. Не, ну, уже будет это самое. Тычилка тогда уже. Если надо, я тебя наточу. Понимаете? Если надо, мне и папа наточит, и все кто угодно наточит. Просто как-то так сложилось, что меня никто не складывал, что кто-то меня научил сверла точить. Ну, да. Скажем так, если даже оно будет тупое, можно пойти купить. Ну, вон там куча сверл взять, там раз-два, раз-два. Или затупилось, или поломал, наточил. Что еще мои сверла. Да, я там заметил. И ваши камни, я так понимаю. Потому что там и напильники, наверное, тоже ваши. Ну, таскал. Рука берущего не скудеет. Кстати, у меня там серебряные монеты есть советские. Есть? 22-24 года штук. Шесть или семь. Давайте меняться. Да не надо меняться, я их так тебе дам. Видел? Таня, показывал? Ну, я видел на столе. Это вот. Ну, это Африка тут такое. Ну, это уже наши тут. Ну, где-то я здесь одно монет. Вот, смотри, вот такие вот у меня есть. Вот такие есть. Советские. Вот серебряные. Ну, советские тут чуть-чуть. Это, ну, надо... У моего папы есть там моя коллекция. Вот это вот советское, это самое, 50 копеек, ну, болгарские. Ну, еще цикаво, да, видите, не цикаво. Ну, там у меня есть эти серебряные, 105. Наверное, больше. Они у меня лежат, там, коробочки. Они же у меня от матери остались, а потом я их подцепил где-то. Здесь. Угу. Где-то в Женьке еще есть иностранные монеты валяются. Не, ну, если, скажем так... Ой, я не ему так надо, разъединяю. Если не ему не надо, я с удовольствием это самое... Да, вот уж. Привозили откуда-то там. Возьму попользоваться. Да, что там. Смотрите, еще... А, ну, как смотрите, сладкое. Гладит. Бутерброд. Не, не, не. Это просто доедешь, что. Блюдо. М-м-м. Ладно, посмотрим. Я подумал про славуту, как эту славуту передавать. Потому что Таня сказала, что славуту я повезу только после того, как она родит. Дай бог. Ну, тут уже месяц остался. Плюс-минус. Блин, были бы Жора права. Ну, так. Поехал бы он это самое. Были бы. Сел бы и сам бы. Да. Забрал бы. Скажем так, я бы даже мог туда обратно съесть. Ну, надо посмотреть, может там его друг приедет. Да. Короче, ладно. Поговорим. Спасибо. 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 Спасибо.